Соревнования, приуроченные гнифискультурники, начали проходить еще в прошлые выходные. Это были на Скоропусковском турнир детский по футболу. На других спортобъектах прошли где-то акваэробика. Вчера прошел фестиваль ГТО для лиц с ограничением по здоровью. Вчера прошел также турнир воли к победе силовой экстрим. Сегодня у нас на разных площадках в городе проходят также соревнования. В субботу прошли на спортобъектах у нас и в Краснозаводске, и на Римаше турниры по футболу. В Березняках прошел турнир по волейболу 4 на 4, так называемый лесной волейбол, который пользуется у нас тоже большой популярностью, много команд участвует. Сегодня воскресенье еще будет турнир по стритболу на площадке ВЛСК, ледово-спортивном комплексе. Турнир по волейболу, посвященный Дню физкультурника, прошел 13 августа в парке «Скидские пруды». Молодежь из разных уголков округа собрались в шесть дружных команд и на протяжении всего дня боролись за победу. Мы знаем, что было очень много желающих, да? Вас даже спрашивали, есть ли свободное местечко. Да, и мне пришлось расширить команды, состав участников до шести команд. Это, к сожалению, максимум на одной площадке. Но мне очень хотелось, чтобы ребята поиграли. Ребята, которые занимаются волейболом, это кто? Школьники, студенты? Откуда они? В основном это подростки, наверное, старшие классы и студенты, и даже работающие ребята. У нас нет ограничений. Возраст участников где-то от 14 и до 40 с лишним. Сегодня они встретились здесь, а так в течение года, где они собираются, тренируются? Мы занимаемся на луче. В основном ребята наши занимаются на луче. Те, кто новенькие, которых я не знаю, они, наверное, где-то по школам еще играют. Играю я всего полтора года. Вот как-то начал ходить на скидские пруды. Играли, собирались и научился. А у вас? Я играю уже пять лет. Меня подруга в пятом классе позвала записаться на волейбол. У нас секция только открылась, я начала ходить. Мне очень понравился этот вид спорта. И я решила продолжать им увлекаться дальше на позиции связующего. А по жизни чем занимаетесь, кроме волейбола? Волейбол головного мозга. Все? Работаете, учитесь, может где-то? Ну, как учусь. Одиннадцатый класс. Перехожу. Так на лето работаю. Играю в волейбол. Отдыхаю. Все время занято? Ну да. А как вы? Я параллельно занимаюсь большим теннисом и плаванием раньше занималась. Но так тоже учусь. Играю в волейбол. Я на самом деле этот коллектив знаю не очень долго. Я вот недавно только начала с ними как-то играть, контактировать. Но у нас хорошие взаимоотношения между командой. Мы поддерживаем друг друга. Общаемся с некоторыми вне тренировок, с некоторыми только на тренировках. Но все равно у нас есть командный дух. И мы стремимся к победе. В волейбол пришла случайно. В лагере отдыхала просто пионерка. Увидела, что вожатые играют. Мне так интересно стало. Я говорю, меня тоже научите. Но они так потихоньку тоже начали меня приучать. И я уже потом, когда в город вернулась, уже начала ходить к тренерам. Я очень много занималась. В колледж поступила. Еще когда после школы тоже играла. У меня в своей сборной была. Я была капитаном команды. Что важнее для волейболиста? Физическая подготовка, ум, характер, ловкость, хитрость? Техника. Техника, стремление к победе и желание, даже, я бы сказала, на любовь к спорту. Вот именно к этому виду спорта должна быть какая-то особая такая любовь, с которой рождается спортивная дисциплина. И вот когда у тебя вот это все есть, это прям вообще супер. Физкультура и спорт – лучшие помощники в жизни. Хорошо живет тот, кто физически крепок. Ждем физкультура!